Я Влад Чижов, мне 45 лет. Еда, у меня обостренное чувство справедливости. В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Я знаю, как вычислить и обойти людей, для которых киняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Беру ли я за помощь деньги? Нет. Есть проблемы? Будем решать. Кстати, вот поверни камеру туда налево. Я вот это у чубачка уже не первый раз вижу. Причем буквально несколько дней назад видел, как он своими ногами ходит. Ну что, такой бизнес есть в Москве? Это те, кто не знает. О, девушка ему денежки дала. Ну-ка, мы ее остановим. Девушка, здравствуйте. Я на улице не знакомилась. А я не хочу с вами знакомиться, я просто хочу вам кое-что сказать. Вы сейчас только что дали вот этому человеку, который косит под инвалида. На самом деле он мошенник, а вы ему дали 100 рублей. Ну, какой же он мошенник? Парень просто инвалид, ему же трудно на работу устроиться. Я знаю точно, что никакой он не инвалид. Я бы хотел вас попросить кое о чем. О чем же? Ну, может быть, мы немножко похулиганим, а я вам докажу, что это никакой не инвалид, а натуральный мошенник. Мне кажется, я вас узнала. Меня зовут Влад Чижов. Вы из программы, я смотрела. Хотите поучаствовать? Ну, если это недолго, то... Ну, пойдемте похулиганим немножко. У меня такое ощущение, что это какая-то авантюра. Есть немного, есть немного. Садитесь на переднее сидение. Да. Я вам дам куртку похуже. Мы вам дадим табличку. Например, срочно нужны деньги на сессию. Давайте, да, так. Сделаем все по-настоящему. Да ладно, давайте прикуримся. Ребята, найдите нам кто-нибудь картонку. Обычную картонку. Так, фломастер у меня есть. Так, вот картонечка у нас в магазине. Вы плохая студентка, поэтому пишем с ошибками. Может быть, у людей жалости будет больше. По-мо-ги-те. Нужны деньги. Деньги на билет. Ну и что-нибудь такое, слезовый ошибайка. Хочу к маме. Хочу к маме. Сколько у вас вклицательных знаков? Три нормально? Да. Что-то мы с вами как-то так резко пообщались. Я совсем забыл спросить, а как вас зовут? Аня. Аня, очень приятно. Давайте. Вот. Вот. Курточка нормально. Бедненько так смотрится. Все как хорошо. Застегиваемся. Отлично. Так, ваша сумочка останется пока у меня. Садитесь в машину. В общем так, вам надо вот с этой историей, помогите, нужны деньги на билет «Хочу к маме» встать рядом вот с этим лжеинвалидом, а на самом деле мошенником. А, хорошо. И наблюдать, что сейчас будет происходить. Держите. Я вам дать инструкцию забыл. Держите жалостливую ручку вот так, чтобы вам подавали туда деньги. Все. А я за вами понаблюдаю. Ничего не бойтесь. Держите жалостливую ручку. Смотри-ка, засуетился инвалид. Походу, крышу вызывает. Звучит жалостливую ручку. Пора подключаться. Пора подключаться. Звучит жалостливую ручку. Пошел. Ну теперь поняла, какой инвалид. Ну давай-ка с ним познакомимся. Ну что, сколько сегодня заработал-то? Мне проблемы не нужны. Ну вот так. Ничего не бойся, все хорошо. Давай, переодевайся. Пока. Все. Сейчас сумку тебе твою дам. В общем, это целый бизнес. Да уж. Поняла меня? Поняла. Ладно, все, нам пора на самом деле валить. Все, бегите. Все, поехали. Вот уже много веков добрые люди подают обездоленно. Но, к сожалению, последние несколько лет это приобрело какие-то гипертрофированные масштабы черного бизнеса. Из этих обездоленных людей сделали какую-то команду профессиональных нищих. Поэтому вы должны знать, что это черный бизнес, в котором крутятся миллионы, миллионы рублей. Есть профессиональные мадонны с младенцем, профессиональные псевдоинвалиды. Их вербуют в разных местах. Они живут там впроглость, но у них есть крыша, которая жирует, собирает с вас деньги и жирует. Бороться с этим можно очень простым путем. Просто не давать им денег. Ни под каким видом. Есть же фонды благотворительные, есть же какие-то организации, хосписы. Да и вы сами можете поинтересоваться, как живет человек. Прийти к нему домой. Сделать посильную помощь, что-то купить из продуктов. Но не вздумайте давать деньги. И как только появляется в цепочке деньги, сразу появляется эта крыша. Оставайтесь добрыми, но не позволяйте этой плесени процветать. Сегодня мне позвонил некто Сергей Ведоплясов. И в сообщении, ну короче, такая телега, индийское кино. Увидел выгодное предложение по автомобилям, заплатил деньги, нет автомобиля. Ну вот прям вот сериал. Уже сто раз об этом говорили, уже 250 было предупреждений. Не бывает чудес. Просто еду с ним встретиться любопытство ради. Магида в Москве меняется. Как у девушки настроение. Сергей Ведоплясов? Водоплясов. А, Водоплясов. Пожалуйста, простите, так я расслышал. Ничего страшного. Рассказывайте, что как есть. Значит, водитель всю жизнь в автопарке. Ну тут терки с начальством начались. Пришлось уволиться. Ну, начал колымить. Начал колымить по Москве, по Московской области. Ну, машина-то не новая же, старая. Да и по здешним дорогам тоже убил. Ну, тот еще в аварию попал. Ну, и пришлось машину продать за копейки. Ну, сколько там можно было. Металлолом почти что-то. Ну, что делать? А тут как раз и беглее не попалось. Автоклуб. И условия такие выгодные. Сегодня мне позвонил некто Сергей Ведоплясов. Увидел выгодное предложение по автомобилям. Заплатил деньги, нет автомобиля. Всю жизнь в автопарке. Терки с начальством начались. Пришлось уволиться. Ну, начал колымить. В аварию попал. Раз и беглее попалось. Так, ну. Ну, ты. Условия такие выгодные. Взнос вступительный, 6 тысяч. И ежемесячные проценты. Плачиваешь, и машина. И процент мизерный. Вот. Ну, ну. Кроме того. Спасибо большое. Каждые две недели. Розыгрыш. Разыгрыш. Вот у нас 10 человек в ячейку. Вступаешь в эту. Значит, 10 человек. Среди этих 10 человек. И производится розыгрыш. Значит. Каждый раз кто-то выигрывает машину. Выигрывает машину. Сразу получает. Ну, конечно, там. А платить надо продолжать. Продолжает платить. Но уже с машины. Уже зарабатывать можно. Уже там что-то делать. Ну, я так понимаю, ты тоже планировал. Быстрее ее выиграть. И сесть колымить. Начать там туда-сюда. Ну, конечно. Быстрее, быстрее, быстрее. Выплатить. На себя уже работать. Не понимаю я вот. Я плачу взносы. Значит. И розыгрыш раз две недели. А не выигрываю. Уже там несколько человек при мне. Ну, каждый розыгрыш кто-то выигрывает. А я-то нет. И вот мне кажется, что думают они меня каким-то образом. Ну, не знаю. Не понимаю я. Сергей. А правильно я тебя понимаю, что пока вот розыгрыш ты не выигрываешь, а деньги ты все продолжаешь платить. Да, да, да. Ну, конечно. А подозрение, что это мошенники, у тебя возникло только сейчас, да? Да я бы, я бы, может, еще и дальше платил. Ну, я заначку свою тоже туда влазил. И у тебя еще денег занял. А еще жена говорит, ну, когда, когда будет машина-то? Я говорю, ну, потерпеть, может, надо еще что-то. Ну, короче говоря, она мне условия поставила. И устраивается на работу, и валит, дескать. Так что, просто уже край какой-то. Понятно. Я этим делом займусь по одной простой причине. Ты человек трудовой, работяга, и попал в эту историю, и, в общем-то, я буду тебе помогать. Но я хочу, чтобы ты дал согласие, что я весь материал смогу использовать в своем реалити-шоу. Я не знаю, какой будет результат, но, по крайней мере, весь процесс, всю эту систему, если мы покажем, кому-то это будет, может быть, уроком, кому-то это будет подсказкой по жизни и так далее. В общем, думаю, откладывать не стоит. Если ты готов ехать в этот салон, давай поедем, я сам лично с ними познакомлюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Да я уже понял по адресу, что это их дверь. Короче, так, я, наверное, схожу один, ты оставайся в машине. Так, ребята, кто-нибудь повесьте мне камеру. Здравствуйте. Здравствуйте. А это у вас автоклуб, да? Да, конечно, проходите. Чем я вам могу помочь? Я тут рекламу прочитал. Короче, вот выгодные у вас условия на покупку автомобиля. Да. Давайте тогда я вам подробно все расскажу, ознакомимся, пойдемте. Присаживайтесь. Хотите чай, кофе? Да, давайте кофе. Да, конечно. Спасибо. Да, скажите, как я к вам могу обращаться? Зайдите меня просто, Василий Иванович. Хорошо, Василий Иванович. Меня зовут Елена, очень приятно. Очень приятно, Елена. Да. Ну, рассказывайте. В общем, у вас тут такие выгодные условия, я прочитал. Да. Как это на самом деле у вас получается? Ну, смотрите, вас интересует покупка автомобиля. Да. У нас условия с очень минимальной процентной ставкой, 2,9 всего лишь годовых. Ну, это практически рассрочка. Да, это практически рассрочка, все верно. А на сколько лет? В течение 5 лет. Да, вы это оплачиваете. Смотрите, у нас очень много членов, так сказать, состоит в нашем клубе. Вот. И есть у нас определенные ячейки, в которых по 10 человек. Так. Вот. И сейчас у нас освободилось одно место, потому что человек уже, так сказать, купил эту машину и уехал на автомобиле. Угу. Вот. Смотрите, в чем суть нашей ячейки. Так. Вы платите взнос 6 тысяч рублей. Ну, немного. Хорошо. Да, это абсолютно немного. И вы принимаете участие в нашем розыгрыше. Угу. То есть случайным образом я провожу розыгрыш, вытягиваю какой-то определенный номер. Если это вы, то вы забираете свой автомобиль. Угу. И после этого вы платите 2,9 всего лишь процентов годовых. Смотрите, у нас каждую неделю кто-то выигрывает. То есть вы можете выиграть и сразу же, либо через 7 месяцев. Хорошо. А автомобиль я, короче, могу выбрать любой, да? Конечно, абсолютно любой. Понятно. То есть, грубо говоря, сейчас я правильно ли я понимаю, то есть я плачу 6 тысяч, принимаю участие в розыгрыше до тех пор, пока я не выиграю возможность. Не машину, а возможность, да? Правильно? Конечно, конечно. У нас выигрывают абсолютно все. А вы оплачиваете мне машину, отдаете ее сразу, а я вам отдаю как бы стоимость 5 лет, 2,9 годовых. Да, абсолютно верно. На условиях шоколадные, да. У нас абсолютно все выигрывают, да. То есть нужно вот внести взнос. И все. Понятно, понятно. Так, ну мне это как бы нравится. А договор у вас есть? Да, конечно, у нас есть договор, у нас абсолютно все официально, у нас идеальные условия. Так что вы можете ознакомиться, это образец договора, конечно. Понятно. Давайте я его с собой возьму, почитаю, а то что-то я не люблю на бегу и все это делать. Слушайте, а вы вот только машинами так торгуете. Я вот, например, дачу хочу купить. Вы можете вот как-то мне посоветовать что-то? Может, у вас какие-то есть программы другие? Смотрите, у нас есть более выгодные, так сказать, ставки. Например, если вы платите, это вип-пакет у нас называется, вы платите 50 тысяч, когда вступаете к нам в клуб, вы приводите двоих друзей, они платят тоже по 50 тысяч. Соответственно, у вас уже идет процент. Вам это намного выгоднее. То есть я, например, даже вам приведу пример. У нас вот вступил человек, заплатил 50 тысяч, вот он приводит еще одного человека, отсюда у него идет процент. Эти два приводят еще двоих, это все идет процент. И получается, за 4 месяца он заработал 3 миллиона 700 тысяч рублей. И понимаете, у нас еще есть какие-то, ну, то есть дополнительные премии мы выплачиваем, автомобили разыгрываем, московскую квартиру, путешествие на двоих. То есть вам такой пакет будет намного выгоднее. Так, ладно, это вы очень гладко говорите. Ну, а если я, допустим, хочу расторгнуть договор, ну, не выигрываю я в лотерею, ни разу не выигрывал. Ну, у нас такого еще, конечно, никогда не было, потому что у нас абсолютно все выигрывали, абсолютно. Вот, но если вы захотите, конечно же, расторгнуть договор, уйти, то мы не возвращаем изначальный взнос. То есть эти 6 тысяч рублей, они вам, ну, к сожалению, не вернутся, потому что такие уставы наши выгодные. Ну, я понял. Такого не может быть, чтобы вы не выиграли, вы поймите, вы выиграете 100%. Хорошо. Ну, давайте так, я договорчик почитаю. Конечно. И когда буду готов заплатить, я к вам вернусь, и мы с вами заключим договор. Ну, а розыгрыш у вас где проходит? А вот у нас здесь все и проходит, в нашем клубе. Ага, понятно. Все рядышком, да. Ну, это, наверное, без обмана все, или что? Абсолютно, абсолютно, обмана никакого нету, все честно, все происходит на ваших глазах. Ну, ладно, хорошо. Все, тогда до свидания, всего вам доброго. До свидания. Каждый розыгрыш кто-то выигрывает. А я-то нет, любят они меня. Давай поедем, я сам лично с ними познакомлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, у нас каждую неделю кто-то выигрывает. Это, наверное, без обмана все, или что? Абсолютно, абсолютно обмана никакого нету, все честно, все происходит на ваших глазах. Я даже не знаю, как тебе сказать, ну, что там. Ну, там такая липа, блин, очевидная. Я вот слушаю ее, она прям продает свою услугу. Там с первых слов было понятно, что это разводняк. Ну, вот как ты мог вот влезть вот в эту историю? Вот первое, с чего надо было понять, это то, что вот в договоре, да, она 10 раз сама сказала о том, что выйти ты можешь из этого договора только двумя путями. Первое, выиграть машину, которую ты никогда не выиграешь, улавливаешь, да? А второе, если ты оставляешь свой взнос, ну, это чистой воды пирамида, ну, сколько их было? Ты вообще понимаешь, что происходит? Как вообще они это продают? То есть ты приходишь, у тебя в мысли выгодная покупка. Они тебе только подкидывают факты, и ты сам себе придумываешь все выгоды. Сам, ты сам. Это есть такая технология продаж. Хотя, по сути, в договоре все написано, что это все чушь. Кстати, очень хочу сказать тем, которые пишут мне в блог. Ребята, мне вас безумно жалко. Я каждый день получаю сообщения о том, что я среагировал на выгодную рекламу, приехал в автосалон, предложили купить машину за 411 тысяч, в итоге купил за 837. Ребята, не ведитесь вы на это. Все, что стоит денег, стоит денег. Ни один коммерс не отдаст вам товар дешевле рынка. Либо это барахло. Мне казалось, что такой разводняк на выгодной цене с машинами уже не работает, что все уже понимают, что это кидалово. И до сих пор я вижу, вот конкретная жертва, вот человек попал. Но я пойду до конца. Для того, чтобы сделать в программе сюжет. Чтобы раз и навсегда поставить точку. Поэтому давай-ка все это дожмем и поедем. Я попросил Феликса собрать всю информацию, которую компания *** автоклуб оставляет в интернете. Первое, что вылетело, это некий форум, где счастливые участники этого *** автоклуба делятся своими позитивными впечатлениями о том, что они на прекрасных условиях получили автомобиль, что они выигрывают с высокой чистотой. И всем они довольны. Но Феликс был бы не Феликс, если бы он не нашел альтернативный форум, где совершенно несчастные участники этого *** автоклуба рассказывают о том, что они не могут выиграть автомобиль. Что они платят 2, 3, 5 лет в зависимости от условий договора. И автомобиль никто выиграть не может. Так же, как и наш водоплясов. Отдельный интерес. Меня вызвал файл, который прислал мне Феликс. Феликс, он его нарыл на одном из сайтов по поиску работы. Некий... Некий Петров, Игорь, разместил резюме, где в качестве бывшего места работы указал *** автоклуб. Мы поискали на форумах, и на одном из них нашли, что этот Петров хает компанию *** автоклуб. Якобы его уволили незаконно, не заплатили денег. И у меня появилась шальная мысль, а что если этот Петров точит зуб на компанию и мог бы стать неплохим союзником для того, чтобы раскачать это дело. Тем более, должность у него была, менеджер, не самая последняя. Я попросил Феликса договориться с этим парнем о встрече. Феликса договориться с этим парнем. Привет, ты Игорь? Да, Феликс. Здравствуй. Ну не совсем я, Феликс. Давай, ты пугаться не будешь, я тебе сейчас все расскажу. Если участие принимать в этом не будешь, я видео удалю. Меня зовут Влад Чижов. Вот, Феликс мой друг, он от моего имени с тобой договорился о встрече. В общем, я занимаюсь расследованием по поводу одной конторы. Называется она *** автоклуб. Ты в ней работал, я знаю, что они кинули тебя на деньги при увольнении. В общем, если ты скажешь, что, короче, участвовать в этом не будешь, мы на этом все закончим, и я уйду. Да мне, что, моя совесть чистая, это вот им есть что бояться, поэтому я только за. Оставляем видос? Да. Все отлично, снимаем. Короче, братец, я приехал с тобой скорее познакомиться. У меня даже нету какого-то вопроса конкретного. Просто важно было понять, я могу на тебя вообще рассчитывать. Должность у тебя менеджера, наверняка ты знаешь там какие-то секреты и так далее. Я только начал распутывать этот клубок, поэтому у меня нет конкретного вопроса. Может, ты сам что-то скажешь, как там вообще все это происходит? Что там чернушка какая-то? Как там происходит? Там косячит один, по башке второй получает. Со мной так это было, а меня, собственно, за это выперли. Еще и денег не дали. А что я знаю, есть тема одна. Там, значит, договоры заключают, потом люди приходят возмущенные. Я менеджер, я, собственно, чем занимался? Я оформлял вот эти автомобили. Приходят люди, приходят там люди с полицией, недовольные. А что это они с полицией приходили? Ну, потому что не устраивают их что-то, недовольные. Я попробую угадать, долго не выигрывают. В том числе. Понятно. И, собственно, им достают договор. Читайте. Они подписали, подписали. Кто-то мешал подписывать. Все добровольно. То есть, никто не судится, никто не разбирается. И вот, пожалуй, единственное. То есть, фактически с полицией даже и рулить не надо? То есть, они сами себе подписывали договора? Я говорю, они приходят, ну, пожалуйста, окей. Читаем договор. Что не так? Все так. Все, до свидания. Вопросы какие? А что за история с этими розыгрышами? Что-нибудь знаешь? Розыгрыши? Ну, они делают это как-то отдельно. Меня это не касалось. То есть, я непосредственно не участвую. Я знаю, что что-то там разыгрывается. А как это, что, куда, я без понятия. То есть, я чисто оформляю. Понятно. Ну, слушай, самое главное, познакомились. Короче, твои цифры у меня есть. Я тебе сейчас смс-ка и скину свой прямой номер. И для связи все будет. Если что-то у тебя всплывет, ты мне звони. Без вопроса. Если мне что-то как-то сформируется, какой-то вопрос конкретный, я тогда, соответственно, тебе звоню. Очень рад, что ты познакомился. Хороший ты парень. Ну, смогу, чем помогу. Хорошо. Давай, договорились. Пока. Пока. Да, Сергей, привет. Да, привет. Влад, завтра завод, хорошо? Ну, отлично. Давай тогда я тебя в обед заберу на той же станции, где я тебя высажу. Да, хорошо. Все, пока. До завтра. Так, у тебя сегодня розыгрыш. Да. Я тебе говорил о том, что работа будет непростая. Надо еще найти миллион аргументов для того, чтобы с ними разговаривать по теле. Поэтому сегодня будет следующая история. Я тебя попрошу, ведь этот розыгрыш записать на видео. Ну, это запрещено же. Что запрещено? Ну, они не разрешают. Ну, и что? Ну, один у нас попробовал записать на телефон даже. Ну, раз и вывели, все. Я же тебе не телефон предлагаю. Сейчас я тебе повешу, например, в тайное. Не найду. Сейчас, подожди. Ребята, пришлите кого-нибудь в камеру поставить. Я за тобой смотрю на мониторе. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Мы вас ждем. Ну, что, я думаю, мы можем начинать. Сегодня наш автоклуб разыгрывает автомобиль. Все у нас честно. Наш ведущий нам в этом поможет. И сегодня каждый из вас может уже уехать отсюда на абсолютно новом автомобиле. Шанс есть у каждого. Поэтому, я думаю, не будем тянуть время. И будем начинать. Да, да, друзья, мы, естественно, рады в очередной раз видеть у нас автоклубе. Мы надеемся, мы молимся за каждого из вас. Ну, прям секта какая-то. Смелее подходите к столу. На этих бумажках пишите свое имя, фамилию. Все нарочило, фальшило. Уже знал, что вы тут верили. И сейчас на ваших глазах вы увидите, что все здесь максимально честно и прозрачно. Так же прозрачно, как наш лототрон. Бросайте все, все, все. Елена, помогите мне, пожалуйста. Уполнительные мгновения. Все читают свои заклинания, свои молитвы. Друзья, буквально секунды отделяем. Можем. Давайте вот, например, вот этот шарик. Итак, открываем. Открываем. Достаем записку и отдаем. Елена, давайте зачтите вы. Итак, победителем сегодня или победительницей становится... Аплодисменты. Невероятно. И Ломочка, мы поздравляем вас. Это вам сертификат. Быть не может. Это просто невероятно. Поразительно. Я не верю. А вот девочка выиграла. Спасибо. Доступка бы в подставное. Я не верю. Все возможно. Мы здесь ни при чем. Мы делали это сами. Своими руками. Так что мы с вами не прощаемся. До новых встреч. Приходите, мы вас будем ждать. До новых встреч. Да. Сдевали идиотов. Я был бы членом жюри. Так, ну что? Ничего не выиграл. Ничего не выиграл? Давай камеру заберу. Я видел на мониторе. Ну что? Ничего не выиграл. Ничего не выиграл какая-то выиграл. Да вот я... Ну, он сегодня хоть выиграл. Домой вернулся. Жена выгнала. Все вложил. Ну, я не знаю. Там что-то у них. Действительно, какая-то мошенничество, что ли. Ты только сейчас начал это понимать. Ты еще скажи, что там что-то у них не то с барабаном. Или кто-то не тот выигрывает. У них там все не то. И с барабаном не то. И ведущий, скорее всего, в прошлом, натренированный такой иллюзионист. Там ему что, шарик поменял, подложил, с пнезинца скинул. Да и ведущий надо тоже подумать, кто такая, кто выигрывает. Не переживай, я сказал, что помогу. Ну, помоги, действительно. Если бы какая-то помощь была бы вообще классная. Побросить тебя? Да не, я на метро. Все, давай, позвоню потом. По специфике своей работы я частенько сталкиваюсь с тем, что если ты качаешь какую-то ситуацию в свою сторону, то люди, которые тебе помогают, могут оказаться под боем. Если на них выходят, на них начинают морально давить, чтобы они не помогали. Короче, мне позвонил этот Игорь Петров и срочно попросил о встрече. Хорошо, если он нарыл информацию важную для меня. Но ведь может быть, что на него просто наехали. В общем, я спешу на встречу с ним, выяснить, что произошло. Игорь, привет, что за срочность такая? Привет, вспомнил я одну вещь, которая, может быть, тебе поможет. Давай-ка пройдемся. Значит, был у нас корпоратив. Наши пьяные работницы. И, как я понял, это был ведущий. И он стоит, и там не веселяется, а он так вот крутит пальцами и всякие фокусы им показывает с бумажками. То она пропадает, то исчезает, появляется. Ну, короче, такой иллюзионист. И я думаю, что, может быть, поскольку он ведущий на розыгрышах, может, он что-то там мутил. Я не знаю, доказательств у меня никаких нет. Но, не знаю, может, это как-то поможет, без понятия. А мутил ты имеешь в виду, что-то вбрасывал или мутил как-то с барабаном? Что-то с бумажкой, может, с руками. А я не знаю, как там что проходит, я без понятия. Ну, я к тому, что, в принципе, если он такой фокусник, может быть, он что-то там и сделал. Давай-ка, друг мой, я тебе сейчас видос один покажу. Опознаешь ты мне его. А это что? Это что за видео? Ну, смотри. Розыгрыш? А у нас нельзя снимать. Это у вас нельзя снимать, у нас все можно. Это он? Да, он. Да, это мужик был. Можно? Да, да. Вот это вот можно делиться? Сейчас я тебе подмотаю. Так, так, так. Спасибо огромное. А я на нее машину оформлял. Постой-ка, я тебе с подкадр сейчас сделаю. Ага. Сейчас, секунду. Ну-ка. Да, точно помню, да. Она пришла, выпила шампанского хорошенько, так попросила меня довезти ее до дома. Ну, выиграла, в смысле, выигрыш, что ли, обмывала? Да, выиграла, обмыла, видимо, выигрыш и попросила меня ее довезти до ее дома. Так ты, может, и адресок знаешь? Ну, недавно, и так в этом, в навигаторе сохранился, и я могу отправиться. Так не помнишь? Так я не вспомню. Давай, доедешь, братан, и прям высылай сразу мне адресочек. Ну, тебе спасибо, новость хорошая. Хорошо. Все, счастливо. Так, ну еще дело принимает интерес наоборот. У нас, кажется, в этой истории появился профессиональный выигрывающий. Баба-то заряжена. Баба-то заряжена. Мы сейчас заехали во двор и ждем Илону. Адресок ее мне слил Игорь Петров. Кто такая, Илон? Та самая удачливая девица, которая выигрывала все машины в разных группах. На самом деле, это и есть ключевое звено во всей этой конторе. Почему? Потому что есть такой термин, называется неустановленные лица. В общем, вся эта шарага, это неустановленные лица. Компании, синьки, оформленные на алкашей. Они там выполняют какую-то функцию, но при этом нигде не оставляют следов. Ни в документах, нигде. Единственный, кто оставляет следы, единственное ключевое звено, это Илона. Потому что через нее проходят материальные ценности, а именно автомобили. Она же их на себя оформляет, а потом перепродает. Моя задача с ней встретиться и попытаться ее как-то переманить, что ли, на свою сторону. И тогда она на них стуканет, и, в общем-то, дело решено. Надеюсь, что так оно и будет. В общем, все, купили попкорн, сели на попу ровно и ждем. Это она. Сегодня мне позвонил некто Сергей Ведоплясов. Ну, там такая липа, блин, очевидная. Некий Петров Игорь разместил резюме, где в качестве бывшего места работы указал автоклуб. Я попросил у Феликса договориться с этим парнем от встречи. Моя совесть чистая, это вот им есть, что бояться. Если что-то у тебя всплывет, ты мне звони. Весь этот розыгрыш записать на видео. Илон Атюк! Аплодисменты! О, что ясно! В фестивале «Идиоты» я был бы членом жюри. А я на нее машину оформлял. Баба-то заряжена? Это она. Илона, здравствуйте. Пожалуйста, не пугайтесь. Уберите камеры. Илона, я по-человечески хочу поговорить с вами. Илона, я все равно закопаю эту вашу контору, которая этот автоклуб. Какая контора? Вам это зачем? Вам это зачем? Отойдите от меня, пожалуйста. Алло, Ваня, вы далеко? Илона, ну зачем вы? Ко мне тут сумасшедшие какие-то пристали. Илона, ну зачем вы так? Ну вы потом пожалеете о том, что вы сделали. Я не знаю, о чем вы говорите. Я знаю, о чем я говорю. Что через некоторое время вы сильно пожалеете о том, что вы не встали на мою сторону. Илон, подумайте. Вдохните, выдохните и подумайте. Все равно я докопаюсь до этой конторы. Никуда вы не докопаетесь. О чем вы говорите? Вы глифуете. Уберите камеры, отойдите от меня. Да никто вас не снимает, Илон. Никто не пристает. Привет. Видите? Да. Иди сюда. Давай тихо, гладиатор, не строим из себя. Спокойно, спокойно, спокойно. Камеры выключили. Не надо камеры мои трогать. Сюда идут. И что вообще? Вырежем камеру, дал флешку. Ладно, короче, Ваня, тихо, тихо. Все, разговариваем. Прав тот, у кого больше прав. Отдай флешку. Отдай, Вань, все, отдай. Ты тоже. Все, спокойно. Все, разъедем сейчас, спокойно. Отдай, Егор, отдай флешку. Дай сюда. Все, свободно. Чтобы я вас больше не видел, ясно? Все, разъехались, дорогой, разъехались. Все. Поехали. Чуть пидосу дай. У нас все дублируется на вторые. Да ладно. Да. Регистратор писал. Тогда валим тихонько, пока тебя не чухнули. Кто там? Странный тип этот, Водоплясов. Я ему звоню, он меня скидывал. Сейчас сам звонит. Алло, приветствую. Здравствуйте, Влад. Нам необходимо встретиться. Подъезжайте в кафе. Я буду ждать. Отлично. Отлично выезжаю. До свидания. Что за фокусы? Тут таялся от меня. Сейчас что-то на встречу вызывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знакомые. Слушай, да, походу нас пасут. Ну да, неприятно. Но, видимо, всерьез воспринимает. Ну что делать, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей, привет. Здравствуйте. Ты что, бегаешь, что ли, от меня? Звониться для тебя никак не могло. Что случилось? У тебя нормально все с женой? Да с женой-то нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушай меня. Короче, я собрал все аргументы. Давай-давай, наливай. Чай. В общем, я тебе говорил, вопрос будет непростой. Значит, я собрал все аргументы. В общем-то, есть доказательства, есть люди, которые готовы дать показания. Я хочу, чтобы ты написал заявление в полицию, чтобы этих уродов все-таки прикрыли. Вот. А после того, как уголовное дело будет сформировано, подашь в суд на возмещение своего ущерба. Ну и, если захочешь, возмещение морального ущерба. В общем, так. Заявление писать не буду. Потому что... В общем, позвонили мне из... ...клуба. У них новый там... ...член. ...вступил к ним, большую сумму внес. Их проблемы. Я машину получил, теперь могу зарабатывать. А мне долги отдавать. Теща, жене я вернулся. Так что заявление я писать не буду. Дело такое вот. Машину я получил, все. Доказать-то, в принципе, что я хотел, то и было. У меня мужчина есть. Съявление мне писать как бы не за чем просто. Поэтому я пойду. Мне больше не звони. Своё дело я выиграл. Ну, в общем, оценку этому чуваку дать можно однозначно. Сами знаете, какую. Что-то напомнило эту историю мне из 90-х. Сейчас, конечно, времена не те, и ситуация может быть немножко другая. Но всё очень похоже. И смысл тот же. Жалко мне его. Нет, не жалко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok